Приветствую всех, с вами канал Витасалвы. И сегодня в этом видео будет очень удивительная посылка для меня, по крайней мере. Она для меня очень долгожданная. Ну, долгожданные, я считаю, это те предметы, которые находятся в этой посылке. К ним я шёл очень-очень долго. Здесь лежит даже тот предмет, который дал, так сказать, основной толчок к тому увлечению, которая меня в этот осознанный момент захватила и больше не отпускает. Бывает такое, да. Есть такие люди, которые этим увлекаются. Их, как многие из нас знают, не так уж-то и мало. Есть люди, которые полностью углублены в это дело. Но для меня это очень важная посылка. В ней мой самый первый шаг к качественным и брендовым продуктам. Я не стал заказывать это с очень известного сайта зарубежного, так как у меня нету какого-то опыта с ним. И как бы испытывать удачу я не хотел. Потому что могли бы заморозить посылку и прочее. В общем, этих проблем я не хотел. Я нашел самый оптимальный вариант, нашел человека. И для меня самый оптимальный вариант было заказать у них. Это, как я рассказываю, небольшую предысторию. Конечно же, сначала я наткнулся на Ганзи, на их магазины, на их отзывы. Все пишут о них очень хорошо. Кое-чего не оказалось. Ну, что-то я заменил, что-то оставил, в общем, на потом. Наверное, я уже не буду больше, так сказать, балаболить. И перейду к скрышке посылки. И, наконец-то, доставание содержимого из этого пакета. Конечно же, открывать я буду чаймилей, которую я починил, как мы видим. И которая очень хорошо режет у нас. Для меня это, на самом деле, очень трогательный. И очень волнующий момент я, на самом деле, шел к этим вещам очень-очень долго. И все-таки я к нему пришел. Пришел, и сейчас мы будем вскрывать аккуратненько эту коробочку, замотанную скотчем, и смотреть, что же там у нас внутри. Так. так вот она уже почти 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 близко такой вот у нас здесь витек витек кукурузные палочки и конечно же самое первое с чего начну это с того предмета о котором я говорил самого начала видео это кул стил модели тилайт алюминиевая ручка вот это ее коробочка конечно же я покажу сразу все что это он есть вот эта модель 26 и нести 4 ти light пока я все вытащу и наверное уже потом буду показывать рассказывать следующие с чего бы я хотел еще значит следующий предмет это как вы понимаете то же самое по функциональности что и предыдущие фирмы серпите так пока отложу дальше это вот предмет который мне пришлось заменить на этот фирмы бекер такой коробочке тоже интересно все это будет посмотреть следующий предмет я к нему уже пришел гораздо позже чем ко всему остальному не знаю можно сказать это самое последнее запоминающиеся и что я хотел это антарио фирма антарио конечно же скорее всего многие догадались что может быть в этой коробочке ну и конечно же как можно сказать в какой-то степени фанат и любитель фирмы я заказал вот эту вот кепочку здесь написано и роликами не мастера сзади написано фирма так и и я скрою чуть-чуть попозже хотя чуть-чуть можно сейчас скрыть для кепочка конечно мной взята на лето они у них шли стандартные здесь у нас липучка отлично я больше предпочитаю все-таки липучку значит но все-таки конечно мы знаем где-то все изготавливается и значит вот такая вот кепка обычная кепка американского типа с иероглифами и с названием на затылке cold steel knives отлично 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 все отлично так конечно же давайте перейдем по быстренькому я так все покажу вам я уже показал что это костел тиллайт модели с алюминиевой рукояткой давайте будем доставать ну если честно как бы да я знаю прекрасно если кто-то смотрит уже человек который у которого там много каких-то брендовых ножей и так и тому подобное для меня на самом деле это первый шаг к брендовым и качественным ножам и у меня аж я не знаю это как бы нет но у меня аж немного я чувствую что у меня аж немного трясутся руки от такого события так я не знаю но вот все коробочки больше ничего нет никакой не документации ничего а вроде у них и не должно быть все самое важное написано вот здесь вот блин вот это да по крайней мере я надеюсь что это то самое что я и хотел первое самое конечно же что я хочу обратить ваше внимание клиночек по центру так ход клинка просто замечательен вы конечно видели могли наблюдать моменты у меня есть были точнее есть копии этого ножа и наконец-то мне довелось заполучить оригинал ход клинка вообще просто отлично лезвие у ножа прямое так сейчас я загну вот так вот если будет видно она прямое так и все остальное можно можете сами увидеть посмотреть я вам покажу и так и так ну по-быстренькому правда и даже так 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 момент я на самом деле как бы не знаю вот этого момента не наслышан как бы но надеюсь что так и должно быть замочек тут лайнер лог он заходит примерно вот так вот здесь он с изгибом с таким значит мы его отодвигаем он складывается да так вот он встает вот рукоять алюминиевая не пластиковая но даже то что рукоять алюминиевая нож не кажется как сказать не кажется тяжелым центровка клинка где-то примерно в этой части да вот в этой части центровка клинка наконец-то конечно же я буду с ним любоваться и разбираться подробнее так давайте проверим заточку из коробки углугу машинки это это бритва это бритва это просто бритва я я вам говорю я надеюсь что все видно это просто бритва на самом деле офигенно просто отлично вот к этому ребята ножу я очень долго шел следующее следующее что я хотел бы открыть это вот этот нож первый обзор который я вообще как я узнал об этом ноже это конечно же с помощью саши мне скинул друг так же видео об этом ноже но до этого я конечно же знал саши но не так как сказать глубоко как бы раскрыто но знал и на ютубе посмотрел как бы видеоролики хотя еще не был даже зарегистрирован там и прочее это было очень очень давно сейчас уже я довольно таки опытный пользователь и первый обзор я увидел у него и мне сразу же понравился этот нож этот нож фирмы CRKT модели М2104G G это значит рукоятка сделана из даже блин забыл из G10 в общем из G10 фирма CRKT переводится как Columbia River Knives Etul Knives Etul да это перевод аббревиатуры этих букв смотрим что же у нас тут есть несколько модификаций то есть да несколько модификаций здесь у нас лежат брошюрки конечно же как пользоваться этим ножом как его открывать значит есть даже такая вот рекламка с этими ножами какие есть вообще потом посмотрим так давайте посмотрим что тут у нас и взял я именно эту модель клиночек по центру взял я именно модели с рукояткой G10 так как так как я ходил и смотрел эти ножи я очень давно к нему тоже присматривался взял с G10 потому что с алюминиевой рукояткой есть еще мне не очень понравилось и я взял с накладками G10 различаются они еще различаются они еще сталями у M2104G у нее сталь 8C KTM OV возможно так я немножко ошибся вроде в цифрах у меня есть как бы волнение знаете такие все таки мечты сбываются я не знаю желания сбываются потому что я именно желал эти ножи очень давно очень давно значит Liner Lock заходит на начало все отлично и прикол в том этого ножа что у него есть дополнительный замок вот мы видим мы мы он не закроется то есть даже Liner мы не отожмем пока не нажмем здесь и только тогда мы можем закрыть этот нож он флипуется это идет считается как флипер открывается таким образом и он именуется как тактический нож есть люди которые не любят название тактический как например у меня друг который когда-то скинул мне ссылку на видео саши вининула обзор этого ножа я даже помню как сейчас что он его покупал даже в подарок своему другу и рассказывал его и тогда он им был очень удивлен и даже он ему на тот момент понравился вот какой то вот тисачок реальный реально тут отцентровка сделано вот именно посередине где вот флипы флип у нас находится во первых этот нож еще не не соскользнет это именно вот такой вот нормальный в общем ножичек короче да классно конечно же посмотрите чихнул все сделано просто отлично ну я на самом деле очень 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 впечатлен этими ножами проверим рез из коробки ножи заточены просто отлично ну идет он грубовато но также с вывертами все режет но немножко чувствуется что грубовато из-за того что обух как бы толстоватый конечно же это дает о себе знать ох 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 наконец-то наконец мечты сбываются ну не газпром конечно но все же так откладываю это надо тоже отложить так значит давайте перейдем вот к этой вещи это у нас Беркер Плюс здесь написано моделька ну просто циферки с той и другой стороны здесь такая вот наклеечка это идет как коробочка опа наклеечка она оторвалась ее можно саму оторвать ну ладно пусть тут будет короче наклеено так давайте посмотрим что у нас здесь лежит хе-хе-хе хе-хе это вот в таком футляре у нас лежит тактическая ручка футляр такой интересный тактическая ручка от фирмы Беркер значит очень легкая я вообще-то предполагал что такие подобные ручки они какие-то тяжелые не знаю там грубые здоровые а по размерам она как обычная шариковая ручка такая типа паркера ну может чуть побольше так вот такая ребристая с таким кончиком здесь на этой стороне это не кнопочка это именно типа упор такой конечно же мы открываем и внутри у нас просто ручка как она дальше достается или раскручивается я конечно же без понятия как она достается я с этим разбираться буду гораздо больше вообще ну потом так так она у нас не вставляется вот именно эту вещь я хотел самое первое что это совсем другую ручку фирмы smith & wesson ручка пишет и она черного цвета черного цвета ручка ну в принципе добротно тоже сделано на первый взгляд хорошо закручивается она только с одной стороны с другой не закручивается вот у smith & wesson именно она закручивается закручивается еще с другой стороны это как бы хорошо ну в общем я думаю некоторые знают для чего как бы эта ручка интересно так секунду подождите сейчас я перейду к другому предмету поставлю камеру на зарядку а то она это уже садится так значит и последний предмет который был в этой посылке мною заказанный я думаю что все знают что это по крайней мере догадываются это фирма ontario модель ред 1 ну то есть все понимают что это крыска но крыска необычная крыска специфическая я бы сказал вот именно с таким цветом очень мне понравилось очень понравилось именно вот с таким цветом мне крыска я аж не знаю загорелся я уже говорил в каком-то из моих видео что мои основные цвета это вот зеленый красный черный белый и такая рукоять меня просто вдохновила так скажем значит хочу обратить внимание что клиночек по центру сделано так же все на первый взгляд вообще отлично офигеть ход клинка просто замечательный ой 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 оюшки вот это да если честно я даже не ожидал что такое вообще может быть так давайте посмотрим клиночек абсолютно ровный посмотрим значит модель один сталь аус 8 и такой же лейбл мадин тайвань клинок сатин сделано накладки пластиковые это тоже еще тот легендарный из лиги один из легендарных ножей которые которые я хотел да я бы сказал я думал что он гораздо гораздо как-то крупнее но на самом деле реально это офигенский нож я думаю даже что вот маленькую крысу даже нет смысла брать потому что это он отлично сидит в руке офигенно вообще даже таким хватом вот это да давайте проверим заточку оооо ребята что ж такое то хахахахаха огого да это просто это просто замечательно лайнер заходит на начало это отлично вообще все блин просто офигенский отлично ну сейчас я буду только с ними разбираться понимать их познавать каждый нож и радоваться 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 конечно же радоваться всем огромное спасибо за внимание что досмотрели этот ролик до конца он получился затяжным конечно же я всех благодарю огромное спасибо за внимание если вам понравилось то ставьте лайки и я всем желаю удачи добра смотрите мои видео подписывайтесь на канал увидимся до новых встреч кепочку еще забыл пока